Приветствую вас. Я думаю, что из-за вашей ситуации, из вашего отстания, вашей ситуации совершенно, ясно одно, что самостоятельная помощь не помогает. В смысле, что вы пытались читать психологическую литературу, но ничего хорошего из этого не вышло, ваше состояние стали все больше и больше нарастать, и в итоге сейчас имеет место быть то, что имеет. Можно ли обратиться к врачу? Спрашиваете вы. И здесь у меня к вам такой вопрос. Вы не уверены в себе, что спрашиваете нас об этом? Если кто-то из нас скажет вам «да, идите к врачу», а кто-то скажет наоборот «нет, к врачу не идите», кого вы послушаете? То есть, очевидно, что у вас есть какое-то свое решение, очевидно, что вы уже пришли к какому-то выводу и решили уже что-то делать, вот. Но очевидно, хотите какой-то, может быть, поддержки, может быть, хотите, чтобы кто-то, не знаю, разделил ваше мнение с вами. Например, я не знаю, я не знаю, но мне кажется, что вы проявляете очень сильную неуверенность в себе, если действительно считаете, если действительно предполагаете, что действует так, как вам скажет кто-то, как вам скажет какой-то незнакомый человек. В данном случае речь идет о специалистах. Вот, и это несколько странно, это, я бы сказал, даже опасно, для вас опасно, потому что это говорит о том, что вы, ну, возможно, не очень в себе как раз таки уверены и сомневаетесь в себе, а если вы в себе сомневаетесь, то, ну, если вы в себе сомневаетесь, то нужно постараться определить причины этого, почему вы в себе сомневаетесь, вот. Тут, мне лично кажется, что так, мне лично кажется, ситуация такая. Что касается вашей ситуации в целом, то, ну, вот, коллеги сказали, что у вас имеет место быть депрессия, возможно, я ни в коем случае не буду, я не буду спорить, да, с коллегами на этот счет, но депрессия, депрессия это диагноз, депрессия это диагноз и, на мой взгляд, вот, мы не будучи врачами, да, мы не будучи врачами, мы не можем ставить диагноз, мы не можем ставить диагнозы, вот. Поэтому сказать, сказать о том, что у вас там какое-то вот состояние, да, стоит ли вам обращаться к врачу, мы опять же не можем, это было бы, это было бы, ну, не совсем правильно. Правильно, наверное. Вот, поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, как бы мы, как психологи, можем предложить вам разобраться в себе и в своих чувствах, мы, как психологи, можем помочь вам, ну, разобраться в себе, вот. Вот, а вы, если хотите на сто процентов повысить, например, ну, например, понимание того, что с вами происходит, можете обратиться и к врачам, вот, врачи, естественно, дадут свое, свое, ну, свое заключение, да, врачи дадут свои, свои мысли, вот, и это, ну, возможно, тоже будет как-то справедливо. Я думаю, так, я думаю, так, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете, вот. По описанию я могу сделать предположение, еще раз повторю, вот, предположение, что вот где-то вы себя травмировали, вот, где-то как-то вы себя травмировали, когда на каком-то определенном отрезке своей жизни, вот, где-то вы пошли в сторону подавления себя, вот, в сторону обесценивания, в сторону принижения, в сторону противоречий, вот, и, соответственно, ситуация стала загубляться, конечно, вот, на мой взгляд это вообще очевидно, на мой взгляд, вот, и в этом вам нужно помнить сообщество, находит полный ответ от своих чувств вообще, и так далее, вот. Также у меня возникло ощущение, ощущение поверхности, поверхностности, ну, ощущение того, что вы достаточно поверхностно принимаете эту ситуацию, достаточно поверхностно она вам видится и представляется, вот, и также вы вероятно относитесь и, собственно, к себе, вот, если это так, то это тоже является предметом для, ну, для консультации, для работы, вот. То есть, вы, вам, если вы хотите послушать мнение, скажем так, врачей, если вы хотите мнение врачей послушать, вам нужно задать свой вопрос в раздел в медицине, в медицине, вот, а мы, как психологи, можем выявить, именно, вот, отрыв от ваших переживаний, отрыв от ваших сил, вот, плюс, я вижу эмоциональные качели, качели, да, то есть, когда, вот, вы говорите, что, ну, что, в первые периоды сменяют с темными, наоборот, это, вот, эмоциональные качели, качели, скоряченческий человек, эээ, не достаточно хорошо себя чувствует, эээ, в прямом смысле этого слова, не достаточно хорошо себя ощущает, эээ, чтобы замечать, эээ, те, ну, перемены, эээ, которые в нем, которые в нем происходят, условно говоря, вот. А, можно ли вам, эээ, помочь разобраться в этом? Да, конечно, конечно, можно помочь. Обязательный ли, ну, обязательный ли для этого врач? Эээ, нет, эээ, врач для этого не обязательный. То, что вы стыдитесь, эээ, принимать, эээ, таблетки, это, конечно, эээ, психолог, ну, психологический, эээ, эээ, симптом. Потому что, это не признание собственной слабости, вот, ну, это, может быть, страх, признать свою слабость. Ну, вот, эээ, тут нужно смотреть, тут нужно смотреть, нужно смотреть и анализировать. Если вы действительно, к примеру, ну, не можете признать, эээ, что стоит слабость, боитесь быть слабым, ну, вот, то это является психологической картиной, ну, психологическим симптомом. И, эээ, в этом, эээ, вам нужна помощь, в этом, вам нужно помочь, чтобы признать, что вы можете быть слабым и так далее. То есть, психотерапия, так или иначе, вам нужна в любом случае. Следующий вопрос, заключается в том, эээ, с поддержкой ли медикаментов или нет. Я рекомендовал бы попробовать справа без медикаментов. Ну, вот, и посмотреть, как, эээ, ну, как пойдет. Ну, получится ли, не получится ли. И, соответственно, если не получится, то тогда уже обратиться к врачу. Ну, и, опять же, я рассуждаю с точки зрения психолога. Вот, я не претендую на истину, ни в коем случае здесь. Вот, мне кажется, что вы сами лучше знаете, как вам поступать и что вам делать. Опять же, мне кажется, у вас есть какое-то решение, которое вы придерживаетесь, как-то, вот, эээ, не хотите нам говорить, вот. А, лучше вам, лучше, лучше будет во всех, во всех смыслах, во всех отношениях будет лучше, если вы, эээ, это решение озвучите. Если вы его озвучите, если вы, эээ, скажете, чего вы хотите, например, да, и тогда уже будет как-то вот, ну, как-то уже более, эээ, в понятном, какую сторону лично вы хотите, как хотите двигаться. Вот. А, мне кажется, так вот, мне кажется, такой ответ вам примерно можно дать. Вот, я специально сейчас не углубляюсь в, эээ, психологическую составляющую вашей проблемы, потому что, потому что, мне кажется, это не имеет вообще никакого, эээ, смысла. Эээ, вот. Эээ, потому что вы описываете, ну, во-первых, вы описываете достаточно поверхностно, поверхностно, их, это первое. А, второе, по сути, о своих чувствах вы говорите только, когда, затрагиваете тему таблеток, вот, когда говорите, то вот, эээ, я остыжусь применять таблеток. Вот. И, собственно, всё. А, до этого вы говорите, что у вас был длительный стресс, и, вот, и, ну, с чем этот длительный стресс вообще связан, да, и, как бы, как вы его пережили, и так далее, об этом вы ничего не говорите. Так же вы не говорите о том, что, на вас, значит, девушка, с которой, с которой, ну, вот, сейчас, да, с вами, как часто вы, к примеру, испытываете чувство вины перед, ну, перед ней, вот, и так далее. То есть, это всё, эээ, такие, достаточно, эээ, важные моменты, эээ, на которые, ну, вы не обратили внимания. Не потому, что вы должны были обратить внимание, нет, я не для этого вам это говорю. Я говорю вам это для того, чтобы вы поняли, что, эээ, ну, психологический анализ, он предполагает, эээ, более и более глубокое исследование в вашей жизни. Вот, а тут вы описываете, да, это, эээ, это симптоматика, эээ, вот, но психолога интересует больше, эээ, ваши чувства, ваши противоречия, которые есть. Вот это вот то, с чем работает психолог. Понимаете? Понимаете? Вот. Опять же, я не считаю, я не считаю, что вы обязаны, эээ, вот это всё знать. Я не считаю, что вы обязаны, эээ, ну, как бы, соответствовать этому требованию. Ну, мне кажется, так. Вот. В целом, вы производите впечатление человека, который, эээ, живёт в таком вот ритме, эээ, ну, или, или, лучше сказать, наверное, пытается жить в ритме, эээ, вот. Эээ, пытается жить в ритме, ну, так уж, таком, вот, знаете, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ особо у него это не выходит. Вот такое вот впечатление вы производите. Такое впечатление. То есть ощущение, что вы очень долгое время себя игнорировали, ощущение, что вы долгое время пытались как-то вот всё подавить, да, ну, яркий пример того, что вы читали психологическую литературу. Яркий пример заключается в том, что вы хотите решить всё сами. Яркий пример, что вы боитесь слабости. Вот. Это всё, конечно, влияет. Это всё влияет. Поэтому я бы в первую очередь обратил внимание на эти моменты. А дальше уже, ну, дальше уже будет видно, как и что. Вот. Такая вот история. Первое, на что я обратил бы ваше внимание на уверенность и, соответственно, неуверенность. Потому что слишком важную сферу вы ставите в зависимости от почти незнакомых людей, которые, кстати говоря, вполне нормально преследуют свои интересы, отвечая вам на вопрос. Так что вот на это я бы обратил ваше внимание в первую очередь. И с этого я бы начал двигаться уже дальше. Вполне возможно, что вам просто не мешало бы побыть искренним с кем-то, довериться полностью кому-то и просто узнать получше себя. На этом всё. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!